Южное побережье Финского залива В 21 веке мечта Петра Великого сделать русскую Версалию в стрельне дипломатическим центром обрела зримое воплощение. Многие годы Константиновский дворец являлся резиденцией великих князей Романовых, а ныне это резиденция президента Российской Федерации. Историческая цепь замкнулась. Именно здесь, на территории Константиновского дворца, на даче Линстрома, впервые распахнувшей свои двери перед главами государства Большой Восьмерки, мы и встречаемся с нашими гостями. Здравствуйте! Мы находимся на даче Линстрома, которая расположена на территории Константиновского дворца. Сегодня у нас в гостях известный театральный режиссер, художественный руководитель и генеральный продюсер Театра Двух Столиц Лев Рахлин. Я думаю, вы со мной согласитесь, что на судьбу человека влияют события, происходящие в стране. Я знаю, что вы трепетно относитесь к традициям вашей семьи. Мне известно, что у вас в кабинете есть фотография, на которой изображен кавалер Георгиевского креста. Можно рассказать поподробнее об этом? Ну, это уже, конечно, овеяны легендами. Но на самом деле это родной дядя моего отца. Он действительно был один из немногих представителей нашей национальности к кавалерам Георгиевского креста. Он был четырежды кавалером Георгиевского креста. И он, по преданию, умер где-то в Югославии в 20-х годах. Но он был отчаянный, храбростый человек. На фронтах Первой мировой войны он прославился. Это был очень красивый человек. В фотографиях говорят о том, что он был безумно красивый человек. И как бы по мужской линии в нашем роду он всем очень импонировал. И вот так оказалась эта фотография уже у меня. Я так понимаю, что и ваш отец, и вы похожи на него. Я его не знал, но, видимо, внешне действительно что-то есть. Что касается смелости, ну, у меня не было оснований попробовать себя на фронтах. Но в каких-то жизненных ситуациях, в общем, приходилось иногда бывать смело. Я знаю, что в вашей жизни были удивительные события и незабываемые встречи. Скажите, пожалуйста, а связаны ли ваши детские воспоминания с какими-то известными личностями из артистической среды? И кто был вашим кумиром в молодые годы? Ну, вообще, как бы, так сложилась жизнь, что я рос в театральной семье. И в какой-то период моей ранней юности отец был тогда главным режиссером бюро пропаганды советского кино. И он, как бы, возродил вот эти стадионные массовые дела вот в тех 60-х годах, после долгого периода, это массовые зрелищи, так они назывались. И там принимали участие, ну, все ведущие звезды того времени. Я ждал с нетерпением лета, потому что летом меня отец забирал с собой, я вот на этих стадионах провел свое детство и раннюю юность. А там были практически все. От Руслановой до Бориса Андреева, Зои Федоровой, и Скопцевой, и Бондарчука, и, ну, ну, все. Все, кто были в то время от начинающего, делающего первые шаги Муслима Магомаева до Лемешева. И были легендарные люди, ну, если говорить о легендарных людях, то Лидия Андреевна Русланова, которую я очень хорошо помню, знал, и, как бы, она мне очень симпатизировала, и я бывал часто в ее доме. Был поразительно обаятельный актер в то время Глеб Романов. Это матрос Комета, ну, и энергия. Тогда был любимец публики, к сожалению, рано сгоревший от извечной русской болезни, но немыслимого баянии таланта человек. Я помню, вот, молодые, там, дети актеров, когда мы его скрывали от гнева начальства, мы его втихаря на руках заносили в гостиницах, прятали его от администрации, потому что мы не могли смотреть на его боль. Но, когда он был трезв, это были вечера поэзии, он нам открывал такие миры. Мне безумно нравился, он был не намного старше меня, ну, конечно, старше противоречивого, если мне было, там, лет 15, ему было, наверное, 25. Это Володя Ивашов, баллада «Солдать». Я в него просто был влюблен как в артиста, как в человека, и мы так очень дружили в тот период, как мне казалось. Я очень хотел быть на него похожим, по-человечески, эта мягкость, тонкость, улыбчивость, какая-то открытость и немыслимое, по-моему, актерское дарование. Вас не пугает, что сегодня наша молодежь, для них являются кумиры, герои программы «Дом-2», Ксюша, Собчак, Тимати? Я не могу сказать, что пугает, это не то слово. Ваша взрослая дочь, да? Ну, она уже взрослая. В какой-то степени эта гламурная часть тоже была в сфере ее интересов. Ну, параллельно было всегда что-то и другое. Если это занимает все человеческое время, все пространство, ну, тогда это страшно. В этой связи не могу вас не спросить о вашем многолетнем сотрудничестве с любимцем многих женщин, практически секс-символом, Дмитрием Нагиевым. Я знаю, что многие люди очень неоднозначно к нему относятся. Кто-то его обожает, кто-то его не принимает вообще. Талантливый, противоречивая натура. Всегда кто-то принимает, тот отвергает. Во-вторых, достаточно противоречивая его жизнь, сфера его интересов. Я его считаю выдающимся, без преувеличения, русским актером. Он вообще все может играть. И это тот человек, которому года на пользу. Я думаю, что старость это будет лучший вообще актер в этом пространстве. То есть раскрывается, да, каждый год? Он раскрывается очень быстро и очень честно. По актерской профессии. Вы говорили, что мюзикл абсолютно российский жанр. Я говорю, мюзикл для российского народа, в силу неких свойств нашей души, очень свойственен. Мы один из самых романтических народов в мире. Мы музыкальный народ. Мы народ с юбором. У нас все есть для того, чтобы воспринимать эту историю. Механика возникновения этого процесса, механика, какая-то технологичность, подхода к этому делу, нами не разработана. Ну, грубо говоря, если они трагические события, вот когда Жор Васильев ездил в Лондон, учился у каких-то очень серьезных продюсеров того толка. И что-то с Норд-Оста получился проект. Когда Катя сделала все свои первые проекты, вот и Норд-Ост, и сделала метро, они получились. То есть тогда, когда правильная тема, правильный подход, когда хотим стоять деньги и не авантюризм. У каких-то людей это получается. Значит, если это получается, то может получиться. Реф Ильич, скажите, пожалуйста, чем было продиктовано Ваше желание создать современный психологический спектакль? Я имею в виду Ваш спектакль и территория. Ну, во-первых, я не считаю, что на мне, конечно, висит ярлык мюзикального и комедиографического, не знаю, комедийного. Но все-таки это другое. Не считаю, играя короля, не считаю. Ну, играем короля, это уже тоже история. Достаточно давно это было. Но что касается территории, я такого рода спектакля делал. Кстати говоря, сыграем короля, там тоже что-то есть, перекличка. Но на самом деле, я как-то очень боюсь в жизни быть, знаете, подрылоком в жизни какого-то. Сегодня интересует одно, завтра другое. В этом вся прелесть театра. Я не очень люблю какую-то моно-дорогу. Ну, то есть это не было связано с какими-то событиями в жизни, там, я не знаю, с какими-то пересмыслениями. Нет, это было связано, скорее всего, что касается этого спектакля, с неким развитием нашего альянса и развития нашего творческого дуэта с Эздимой и с тем же Игорем Лифановым. Мне хотелось с ними выйти на некоторые другие вещи. Весьма возможно, что мы выйдем уже и на третьи вещи. Нормальная история. Но я отталкивался в данном случае от новой работы с любимыми артистами. То есть они вас даже, можно сказать, сподвигли, да? Ну, конечно, безусловно. Конечно. Я знаю, что вы сейчас репетируете новый спектакль. Это очень популярный был спектакль, где играл Ален Деон. Вот он должен был приехать в Россию два года назад. Да, да, да. Вот эта пьеса. Одна из лучших пьес, так сказать, действительно последнего времени. Там есть и все, и комедия, и... То есть посмеяться нам удастся. Нам посмеяться, и интрига, и очень много человеческого. А почему именно Леонида Ермольникова пригласили на карту? Он безумно подходит. И туицы. Он безумно подходит на эту роль. Играет Леонид Ермольник. Играет одна из лучших театральных, как ты себя думал, наших сегодняшних в России. Это Наташа Швец. Мне кажется, если у нас хватит здоровья и силы довести до концерта, то это будет очень интересный спектакль. Возвращаясь в 80-е, вы много экспериментируете. Создаете свой театр. Ставите Набокова, тогда еще мало кому известного. Для меня, будем говорить, начиная с перестройки, началась жизнь. Поэтому, наверное, для меня, с 80-х, конца 80-х, это и началась жизнь, по большому счету. Вот тогда я поверил в то, что я еще что-то в этой жизни смогу сделать. Хорошо или плохо. Но азарт, подлинный азарт, появился именно тогда. Вспоминая 60-е годы, конечно, с трудом представляется, как ваш отец сумел открыть театр в городе трех революций, с таким жанром, который, по-моему, был совершенно чушь нашему руководству, и еще сделать его выездным. Я думаю, что он был талантливый режиссер в своем жанре, действительно. Он, ну, несколько, может быть, ограниченном жанре, но он очень хорошо понимал природу номера, природу, так сказать, успеха как такового. Он был шлягерный человек, плохое слово, но вот ему очень нужен был успех. То есть это именно дано ему было, да, конечно? Ему это было дано, да, безусловно. И он был абсолютно грандиозный продюсер, по сути. Он был абсолютно грандиозный. Если у меня какие-то продюсерские данные есть, конечно, от него это, я думаю, осколок. Потому что в то время это было в сто раз сложнее. Он был безумно эмоционально настойчив. Подкупал всех, чиновников. Была степень убеждения. И еще была одна вещь, которая ему тогда позволила выжить, сделать то, что было в то время национальным достоянием. Вот то, что он делал тогда, наивное, несколько идеологизированное, может быть, безумно соответствовало его вкусам. Вот то время, вот именно то время совпало очень здорово с его мироочущением. Не будучи коммунистом, он был пятикратным коммунистом. И ту страну он любил, честно служил. И то искусство, которое он делал, оно очень совпадало по оптимизму, по ощущению. Его оптимизм был подлинный, поэтому людям в не самой светлой жизни, это был праздник, это была сказка, это был пятикратский мизикул. События в мире, в нашей стране, как-то на творчество влияют или нет? Конечно влияют. Больше, чем что бы то ни было. В настроении работ всегда угадывается настроение людей, кто это делает, а это время. Ваша дочка Элина пошла по вашим стопам? У нее такой возраст сейчас достаточно переломный. Она очень много училась и много учится и продолжает работать. Она журналистка, она и пиарщица, и журналистка, и сейчас учится на МБА, получает свои какие-то бизнесы, новые образования. Хочется спросить, что для вас понятие семья и дом? Ну вот должен вам сказать такую вещь. Вот сейчас я ставлю спектакль в Москве, ну как бы в Москве часто бывают на гастролях, и всю жизнь я как бы связан с Москвой, и в общем Москва, Питер. Так долго, один, я бывал в Москве, может быть и долго, но это было с театром, а театр твоя семья и со своей семьей, это все как бы нормально. Вот сейчас я один достаточно долго в Москве. Я вот уже совсем не юный человек, понимаю, что для меня семья и дом. Я не могу жить без семьи и дома. Для меня это аномально. Лев Ильич, с чем был связан ваш отъезд в 90-е годы, ну и соответственно ваше возвращение? Ну вы знаете, это в нескольких аспектах было. Не было, по существу бы не было отъезда. Был воеждж режиссера, который, во-первых, хотел попробовать свои силы. Ну вы знали, что вы вернетесь? Безусловно, я не знал когда. Мы боялись неких вещей, связанных с возвратом. А этого было не пережить. И было время возрастное, когда я понимал, если сейчас не попробую, то уже позже будет поздно. Ну и было 40 лет, 41 год. Я хотел еще поставить разные спектакли в разных странах. Я это сделал. И жизнь поставила все на свои места. Существует мнение, что в советские времена, в 60-70-е годы, когда, казалось бы, все было запрещено, было больше ярких личностей творческих. Я с этим не согласен. Я, во-первых, в такой разговор был буквально вчера-поздно вчера в стенах МХАТа, где я репетировал, там мне любезно предоставили помещение. Вот мы спорили с актерами. Я посмотрел сейчас много московских спектаклей. Вот в сегодняшнем МХАТе, ну, замечательные актеры. Миронов, Зибров, Париченков, Хабенский, Гуськов. И, не говоря уже о старшем поколении, там, Табаков. Я говорю про молодое поколение, Дюжев, посмотрел замечательную работу в спектакле «Примадонна». И многие-многие-многие, это в одном только театре. И тридцатник с небольшим. Там еще все-все-все впереди. А там есть очень. Наташа Шевец, я не знаю, с очень немногими актрисами 60-х годов, и я могу ее сравнить. Вот она со мной работает с Яковлевой тех лет. Еще одна вещь. Я никогда не забуду спор с моим отцом. Очень много лет я был юный, не знаю, кончил я театральный институт или работал, неважно. Но тогдашний БДТ, сборная мира. Капелян, Стрижевичек, Юрский, Волков. Ну, рецепты не буду перечислять всех. Ну, а как? Сборная мира, сборная человечества театральная. Ну, он говорил, как слабеет порода актерская. И перечислял мне сборную МХАТа 50-х годов, 40-х годов. Когда он был связан, дружил с сыном Москвина и вот это. Я думаю, это вечная история, и она смешна по сути своей. Я не думаю, что так много было талантливых актрис, ну, уровня Чулпанхаматовой. Я не думаю, что были такие острые актеры, как Сухоруков, как Оксана Мысина и так далее, и так далее, и так далее. И всегда было безумно мало. А сейчас оно тоже есть. Спасибо вам за то, что вы выбрали время для нашей программы. От всей души вам желаю успешного завершения вашего театрального проекта. С вами были Лев Рахлин и я, Елена Север. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова